Девушки отдыхают 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 меня эта тема очень интересует по разным причинам есть люди которые считают что киберпсихоз можно вылечить слушай я понимаю это звучит но мне кажется что экспериментальная терапия это лучше чем пуля в башке если я узнаю что у кого-то приступ я тебе позвоню может ты успеешь что-то выяснить до того как приедет макс так только не забудь тебе не нужно никого убивать попробуй просто вырубить псих а я тогда пришлю за ним машину надеюсь все понятно так без режим врагов если уходить если вы не хотите бить врагов вы можете обезвредить их несколькими способами используя и смертельное устранение неспертельные скрипты и не смертельное оружие и мигранаты и некоторые боевые устройства модификации который прощает оружие не смертельные если оружие боевое устройство или скрип на смертельный урон это будет указано в их описание отлично хорошо я сначала подумал что мне придется с психами типа психологические беседы вести короче до приезда кого-то потому что нет так на артур шопенгауэр мир как воли представлениям и кроме того смерть великий повод к тому чтобы мы прекратили свое существование в качестве я благо тем как кто этим поводом воспользуется при жизни воля человека лишена свободы все его поступки велика мы влеком и цепью мотивов неизбежно совершаются на основе его неизменного характера между тем всякий хранит себе воспоминания о многом что он сделал в чем он доволен собою но если бы он и вечно жил то в силу этой неизменности характера он вечно бы и поступал точно таким же образом но это логично от фон должен перестать быть тем кто он есть для того чтобы из зародыша своего существа он мог зародиться как нечто другое и новое и смерть разрывает эти узлы воли опять станут свободной ибо не в эссе а в операры лежит свобода тема конечно интересно это значит читал тоже книжку подсознание там еще что-то и там говорилось но что чтобы себя изменить да вот вообще поменяться поместcing восприятия нужно точнее свою жизнь нужно изменить себя то원� Adrian человек ты привык жить вот так ты привык действовать и State Mediaμα а нужно как бы отстрагировats от себя посмотреть на себя со стороны измениться то есть изменить поведение знаешь привычки а это сложно очень много как бизнес местит процветает за 2 дня я ты первая кто сюда зашел А до этого был курьер с пиццей. Дорогу спрашивал. Люди в этом городе утратили связь с духовным пластом мира. Но, в конце концов, это я здесь для них, а не они для меня. Отлично, да. Ты чего? Без проблем. Это подождет. Какие красавцы. Ага. Ага. Ой, какие ботинки, смотри, классные. Желтые макия. Ой, че такое? Ух ты. Ой. В смысле, че происходит? А почему они все на меня утяливают? Что случилось? О. Я сейчас катан. Подожди, а, и мне нравится, да, что я к нему? Все, я ухожу. Вы надеетесь, что те, кто продал вам механизм в тей глазах. Че за красный? Че значит красный? Знаю я вашу породу. Че, че происходит-то? Почему эти значки везде? Это значит, с ними не надо, это, скалкивать моряков мало идет. Еще расстроенный. У тебя ведь есть еда. Дай мне. А, бедняк какой-то. Здравствуйте. Это вроде не бедняк. Ладно. Много прям NPC-шеньков ходят. Какая кепара прикольная вообще. Прикольно. Так, ладно, все, мне по делам надо. Вот что оружие, зачем мне надо таскать оружие? Ой, а мне сюда, мне хлам. Кто это? О, блин, ты че надымел тут? Йоу, мисс Ви. Йоу. Рад встрече. Мм, Декстер Дэшон. Собственной персоной. Блин, надымел-то, надымел. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Ну, давай. Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до тридцати? Я бы ответила первый, Антон. Это что, проверка? Нет, просто моя любимая тема. В смысле, загадки? Нет, мисс Ви. Философия. Ну да, тут как бы, тут нет правильного ответа. Теперь слушай. Как загадка. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Погоди. Дай-ка теперь я спрошу Декс. Зачем это все? Причем тут я? Ты мог позвать Джеки или Тибак. Мог рассказать все по телефону. Я старомоден. Люблю смотреть в глаза тому, с кем работаю. С Джекстером я уже встречался. Тибак помогала мне еще два года назад. Вот тебе и ответ. Кроме того, у меня есть маленькое задание специально для тебя. Я расскажу. И что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. У корпорации, наверное. У Арасаки. Это что-то небезопасно. Это же не проблема. Не проблема, а смертный приговор. Найт-сити и их территория. Они же нас раскатают. А как иначе, мисс Ви? Больше риск, больше добыча. Первое правило по смерти. Да и я тоже не дурак. Сделаем все так тихо, что не оставим даже следов, которые надо заметать. Мы друг друга поняли? Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема. Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного. Она просто нервничает. Хочет увидеть исполнителя. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам. Начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из пассивники. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. Мелгвард? Че? А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель, сама понимаешь почему. Так что выбор пал на тебя. А что за дело надо уладить с Мальстремом? Вставляй щепку. Ой. Давай щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Рожила с техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были Мальстремовцы. Среди этой техники был болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрему. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрема главарем. Мы ударили по рукам. А через три дня его сместил ближайший друг из подвижника, Саймон Рэндалл. Он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшествия. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Меридит Стаут из Мелитеха. Что за человек этот, Ройс? Просто психопат. Из тех, что любят хром. Тут таких много. Да. Твоя правда. Отличие только в том, что не все отправляют друзей в промышленную микроволновку. Говорят, сначала лопаются глазные яблоки. Чпок и все. Потом тело превращается в гуляш. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая. Спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Ух ты. Удобно. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Все, да, тормозите. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сама. И еще, мисс Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? До скорого. Блин, ну он мне не дал ответить. Поэтому пусть будет секрет. Мне же должен быть секрет. Так, некоторые действия идут на пользу вашей репутации. Улучшайте репутацию, чтобы повысить свой авторитет. Приступ в мире найти и открыть новые возможности. Вы получите репутацию. Позвоните Джеке. Джек, я поговорила с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Большой перестраховщик, я бы сказала, и своего не упустит. Мы не получим большой заказ, пока не поможем ему с парой мелких. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрёмовцы его спиздили. А Декс купил, но только не получил. Потому что у них сменилось руководство. А, да, слышал. Ройс устроил брику. Дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Ещё дал номер какой-то бабы из Милитеха, но... Не знаю, как она нам поможет. Чинган. А не слышу восторга в голосе. Ты что-то знаешь про Ройса? Ройс просто наглухо ебанутый. Для него хром, как наркота для торчка. Ещё вот какое дело. Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс решил отправить меня. Ну, хозяин барин. Итак, с кого хочешь начать? С Мальстрёмовцев или с Паркера? Думаю, сначала постучимся к Мальстрёму. Ногой. Орале. Тогда я поеду к Олфудс и посмотрю, что там почём. Hasta luego. Мне кажется, или из этого бургера хвост торчит? Это для детишек. Дети любят сюрпризы. Что тут вкусно и быстро? Обычно бывает либо вкусно, либо быстро. Но у нас и то, и другое. Два в одном. Так, подождем, мне сообщение пришло. А где сообщение? Тут было написано нажать на З. А, вот. Привет, малыш. Я тут подумал, рваные футболки отхрешённые. Для высшей лиги надо что-то посолить. На вершине мира ветер дует так, что мама не горюй. Я себе не прощу, если ты в первый день проснуешься. В общем, загляни дома в тайник. Я в прошлый раз там положил кое-что. Примерь. Думаю, тебе подойдёт. Ну ты чего? Я тебе и так уже должна. Миллиард, Тедди. Ещё один подарок я просто не могу принять. В смысле ещё один? Ты думаешь, я тебе керосис спасибо устанавливаю? Мне всё равно эти куртки больше некуда девать. Мести такой не носит. А мои панковские деньки давно прошли. Короче, если будешь их надевать иногда, я буду рад. Как там говорят? Ведь это ты... Ведь ты этого достойна. Хотя, может, они говорят уже, я не знаю. Блин, забарно. Слушай, что-то мне тут ещё писал. Дектор Душон. Мисс Ви. Я решила немного подстегнуть в интерес к нашему общему предприятию. Биочип, который мы обсуждали, представляет собой сверхсекретную технологию, разработанную для богатейших людей планет. Это лучшее страхование жизни, которое можно представить. Скоро мы с тобой будем купаться в Эдди. Ты где там застряла? Давай шустрее, Декридет. Привет, Ви. Это Реджина Джонс. Говорят, ты ищешь работу в Уотсоне? Ой, а я как раз по этой части. Если хочешь примерить свои новые навыки, назначения навыки просто, глянь мой заказ. Справишься? Будем ещё. Да, связи? Окей, всё. Всех прочитали. Так ты мне дашь, нет? Ты мне дашь еду-то? А, вот это я как раз выбрать могу. Сейчас, подождите, что тут есть? Давайте посмотрим. Бурита XXL. Сколько у меня денег? Блин, мне так денег мало. Не, я не буду есть, тогда я голодная, похожу. Спасибо. Пока. Так, куда нам нужно? Нам нужно сначала... Ой, господи. Мне, думаю, показал, думаю, голодная тётя какая-то. Нам с тобой надо, куда? Выпорт местнозначит, давай посмотрим. Чтобы попасть в точку быстрого перемещения, видите, мне указать, нажмите. Ага, хорошо, поняла. Т. Так, мне куда нужно? Подожди. Ну, какой городишко здоровый? А мне куда надо-то? Я же не знаю. Подождите, да тебе всего-то, с чего? Звонить, сотрудиться, подожди-то. А как позвонить? Т. Позвонить. Стал, начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвейом. Эй, заткни его! Говори, что знаешь. Быстро. Погуляю пока. Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Сделку. Ладно. Первый съезд со Скайлайн в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там. Встретимся. Окей. Так. Мы позвонили. Теперь нужно встретиться. Так, мне надо тачку, наверное, взять. А где моя машинка? Да. Давайте, друзья, я что, поеду на датчике. Да. Где моя девочка? Вот, малышка моя. Автоматически подъехала. Красотка. Все, все, да, беру за. Поехали. А то, что, эта машина есть или не ездит на ней? Так, сейчас аккуратненько. Пропускаем. Оп. А здесь можно менять вид? О, сменить видки. Во, во, чисто не форс-пит. Кайф. И ряготажечка. Так удобнее есть, потому что от первого лица я вообще там ничего не вижу. Надо тачку поменять будет. Ой, вот так, еще и заносится так. Надо будет машинку поменять на нормальную. Ой, ой, ой. Она интересна, можно ее раздолбать? Блин, я не хочу потом деньги тратить. Почему? Давайте потом, когда я буду миллионером, я ее разобью и посмотрим. Краш-тест я сделаю. Ипс. Как будто бы нет, как будто бы ничего не ломается. Ну, а быстрее было бы, наверное, точкой перехода воспользоваться, но неохота бы покрываться. Так, и по встречке нормально. У меня же ничего не будет. Блин, чистый каташечка. А-а-а-а! Подлетел по воротам. Все нормально. Ну все, я почти прям по 8 метров. Это, кстати, дополнительное почему-то ее задание. И все, я прибыла. Приезжает такая чика, а она крутой, это чили. Ой, ой, господи. А куда я врезал стоп? Вот и славно. Меридит Стаут. Ты звонила, правильно? Я, да. Да, да. Так, пожми руку-то ей. В смысле? Думала, ты меня шантажировать будешь, сука! Условия ставить? Че? В смысле, я договориться приехала? Давай свои условия! Блядь, успокойся! Я просто хочу поговорить! Ты че, хренела? Господи, Меридит! Хлебала, завали! Эта херня готова? Так точно. В смысле? А теперь отвечай на вопросы. Быстро и честно. Ты тут одна? Ага. Тут только я. Это правда? Так я правду говорю. Проверьте территорию. В смысле? У тебя это детектор лжи, что ли, в глазах? Теперь слушай внимательно. Это он твой наводчик. Энтони Гилкрест. Я вообще... Он слил тебе инфу по конвою. Я вообще не знаю, кто это. Гилкрест? Я его первый раз вижу. Не врет. Так я не вру, конечно. Зачем мне врать-то? Слушай, я знаю, где груз. Я могу тебе помочь. Мне просто нужно кое-что взамен. Я же говорил! Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса! Господи Иисусе! Заткните его! Блин, паранезийный паралайон. Выпусти меня, пока я... Паранайон, все-таки... Паранайон, все-таки... Паранайон, все-таки... Паранайон, все-таки... Ее можешь отпустить. Хочу послушать, что она скажет. А можно было ручки-то мне не заламывать? А сразу так нельзя было? Заткнись! Чего тебе от меня нужно? Я ее ударю потом как-нибудь. Мне нужен бот, модель Болт. Он у ребят, которые тебя грабанули. Оставишь мне бота, и я сдам налетчиков. Ты знаешь, как его достать? Я могу забрать его силой, а могу заплатить, как они и надеются. Второй вариант. Только платить им, ты будешь нашими деньгами. Да так даже проще. Это сколько? В смысле так упадет? Серьезно? Знаешь, что стало? Я внезапно передумала. Зря. Очень зря. А, ну это кредит, она говорит. Там было написано кредит, а я кредита не беру. Правильно? То есть все окей? Или надо было взять? Ты мне беззад стал! Тебя просто ругимут! И тебя, и все, кто под тобой ходит! Слышите, парни? Ой, а где моя машина? Слышите, Жеки. А, вот тачка. Блин, я не знаю, я правильно сделала или нет, потому что... Ну там был аккредит, понимаешь? А я не хочу долги иметь. Я хочу, чтобы все было по чесноку и на заработанные мной денежки. То есть, грубо говоря, мы отказались им что-то платить, значит мы будем их силой, ну, силой забирать этот болт. Вот. Но не было в долгах тогда. Мне просто, я тебя, ты что, меня напрягло от слова кредит. И не знаю, почему сама героиня моя не захотела бабки брать. В общем, надо будет потом уточнить этот момент. Блин, ярко-то как. Смотри, городишко-то прям здоровый такой, да? Классно. Так, нет, у меня не сюда. Я как-то как будто в объезд еду сильно, нет? Потому что указатель вообще показывает... А, вон, да, ну, говорю, в объезд. Так, нам надо наверх подняться. Вообще не знаю. Не, ну а что... Ой, ой, порт, простите, пожалуйста. Я первый день вожу. Вообще интересно посмотреть дороги. Тут как все сделано. Все-таки стоп люди старались, рисовали. Красоту такую. Ну ты, вы, пригиньте, вот даже мусорный пакет надо было нарисовать. Вот, это все не хухры-мухры. Тут вам не бумажки вовсе перебирать. Вон, какой город в Мерсале. Оп, так, наверх. Ну, выглядит, конечно, знаешь, так вот все... Мертвое такое все, вот, то есть механическое. Нету, не видно здесь ни растений, ни чего. Хочется вот какой-то природы, но вот ее здесь вообще нет. Я бы описала это железо и трубу, вот, вот такое. Ой. А, вот и ты. Это я дам. Уходи. А, выйти. Все, я приехала. Рассказывай, что нарыло. Ой. Долго ждал? Мимадре всегда говорит, терпение вознаграждается. Тибак там жива? Ты ей не звонил? Жива. Она в теме, рвется в бой. Уже готовится. Ну, там вроде симпатичная, но прическа у него трентурация. Они с Дексом уже работали до того, как он ушел на каникулы. Короче, Декс уже купил у мальстремовцев бота. Неясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Их, холе. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Десять тысяч? Думаю, по-хорошему не получится. Это же мальстрем. У банд правила простые. Кто сильнее, тот и прав. Или ты всех ебешь, или ебут тебя. Жестко, но справедливо. Громовый ад. Пойдем. Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай постучим. Можно к тебе залезть? Посмотрим, пустят ли нас. Давай я... А, стоп, она прям... А, мы прям тут. А, вот как назло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот, возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадро. И честь для них тоже... Ой. Прости, перебил тебя, да? Че делать? Поспользуйся дмофоном. Я вас не знаю. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Отлично. Нас ждали. Так, дурельки, смотри, стоят сразу на входе. Требования характеристик. Красный цвет пока... Уютно тут. ...поразозначает, что уровень характеристик слишком низкий для полной действия. Ага. Ну, то есть я еще не могу... Они хорошо подготовились. Ой, ебки, блядь. Для фабрики Жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Он что-то поворон немножко. Почему он так... Ой. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Интересно. Со вкусом. Выглядит опасно. А нам прямо эту экскурсию проведут? Ну, пожалуйста, интересно. Че, посадят. О, блин, похоже на завод, да. Так, нам... А че за еду-то? Выходи в лифт! Ты овца! Ты это мне сказал? Они нас просто пугают. Я тебя самолично пристрелю. Род какие-то. Смотри, у меня даже челюсти нет. Обалдеть. Это прикольно вот таким быть. Жуец. Ну, это вообще уж слишком. Так, ну, че ты готов? Патроны взял? Пистолет взял? Ой. Ой, ну, в смысле, игрушка? Мистер Ройс пока занят, говори, что надо Почему-то не озвучивается У вас есть болт, модель МТ-0Д-12 Его называют болт У вас есть год, модель МТ-0Д-1В Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта Мне надо его забрать Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо Нет, будешь говорить со мной Я Дум-Дум На диван, бля, пыром Бум-бум Бум-бум сказал сесть на диван Ну, давай поговорим Давай, давай, давай Ну, что, Бум-бум Что скажешь-то Тебе что, блядь, особое приглашение нужно Сядь Я постою Блин, а он еще мне говорит Не выпендривайся Положи свою жопу на диван А ты заставь Ну, ты сам попросил Паркуй жопу, пока я тебе третий класс не... Просто сядь Сядь, сядь пока Подожди, сейчас мы с ним разберемся Это плохо кончится, но... Сука Он просто там сказал Не нарывайся Типа на их территорию И сам выпендривается Подожди, тихо-тихо Сейчас мы с ним пообщаемся Че такая хмурая? Улыбнись Я улыбаюсь Дуй! Что дуешь? Не, я дуть не хочу Скан Чистый, как детская присыпка Черная дурь? Ее ж нигде не достать Хорошие у вас каналы Какой эффект? Поднимает адреналин и эндорфины Поэтому ты не чувствуешь боль Кошмарит так, что похоже на психоз Ее давали солдатам во время корпоративных войн Киберпсихи ей закидываются, как конфетами Если испарять Эффект тот же Только чище Давай, не бзди А ладно, давай попробуем Может интересная фигня, ладно Типа мы Сваи, пацаны Полегче И мне не больно будет, когда мы будем с ними драться А вот теперь поговорим Давай Опа Вот он Болт Модель МТ-0 Д-1-2 А Мелитех его искать не будет? Да насрать, пусть ищут сколько хотят Мы стерли у болта серийный номер И переназначили админские права Так что если уж он твой, то он твой Дай заценить Да пожалуйста Что-то как-то подозрительно легко Все Я думала мы с ними будем драться Переубиваем их Хитро выебанная штука Динамическая броня с термооптическим камуфляжем Контроллер вора Полная когнитивная иммерсия Зацени Все приводы сделаны из смеси титана, ванаде и кевлара Смотри, что будет Ну-ка Интеграция абсолютная Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку Можно и блевануть Ну как тебе? Круто Ну что такое? Да, мы его берем Аааа Очень хорошо Бабло вперед Брик все получил Мы в расчете А вот сейчас Вот он Брик все получил Тихо, тихо, тихо Ну и где ты здесь видишь Брик, а? Ах ты ж Я тебя спрашиваю Вам не нравится Погоди Нельзя же платить за одно и то же два раза А тут не ты решаешь Что можно, а что нельзя Сейчас я буду решать Скажи заплатить два раза Заплатишь два раза Ты не угрожай за... Условия простые Нужен болт Показывай одень Вы уже один раз получили деньги Так что мне кажется Нам полагается нехилая скидка Взять оружие Скидка? Блядь Ты так и не сказала Кто тебя прислал И на кого ты работаешь Меня прислал Декстер Дэшон Декстер Дэшон Жердяй Который наебал половину Пасифики Он до сих пор жив Жив Еще тебя переживет Просил передать привет Теперь подумаешь над моим предложением Думаю я все равно денег не отдаю Пока Пронесывайся родимая А я сказала что я вам все... Вали твари Кошка тут подстреляю Блин Траться Я хочу просто... Тебя вдруг там не трогaye Немного друша Гаси 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 Все Все Мерда Нас отрезала Забирай ботragонтроллер Ой, я его хотела выкинуть. Зачем я его схватила? Сейчас разберемся. Они что со мной, шутки хотели шутить что-то? Я вам сразу сказала. Сейчас я их ограблю на фула. Все. Так, прочитать сообщение. Стандартное оружие позволяет выбирать направление рикошета, если у вас открыт способность линии смерти и установить билистический процесс работы. Прикольная штука. Правда прикольно. Так, что, куда? Сейчас, подожди. Деньжавки. Вы получили культовый предмет и культовую документацию, которая позволяет повышать редкость этого предмета и значительно улучшать его показатели. Культовое оружие, одежду можно найти в разных местах. Благодаря уникальной особенности, их уровень редкости может повысить, если у вас есть соответствующие компоненты способности. Очень интересно, интересно. Так, сейчас соберем. Но тела мы не будем собирать, я думаю, типа, они и так, наверное, поняли, что... Все наше. И бот, и контроллер. Что? Что на них не понятно? Идем, идем. Так, это две способности, кстати. Ну-ка. Так, доступны очки. Реакция, техника. Я хотела технику прокачать. Инженерное дело. Подожди, так это чуть не техника. Ну вот это прикольная тема. Так. Окей. А назад, если... сила холоднокровие интеллект взлом я думала сделать так взлом протокол длится на 20 процентов 2 вот это сваливать хочу быстрее на воздух мне кажется мы еще не дострелялись здесь нормальные ну-ка у хочу фу блять ёбаная мясо сейчас провоняю это ж конвейер вообще я думала ты любишь мясо я тоже не точно нет другого пути посмотрим подожди пройдите по технической шахте так это мы в личный компьютер этих ребят зале марк извини я опять насчет этой рекламы я очень смеюсь что она нормально пройдет фокус-группу если вообще пройдет чем хотим добиться рекламирую молоко ты видела отчет не какая-то так проблем с поддвижением спам какой-то так вечная молодость нужна защита сеть стоишь что это я могу сделать ой так ладно выйти на увидим что ничего не понятно смысл смысл от этого компуктера вообще так сейчас напитки все возьмем то что тут жрачка-то дорога очень лишним некуда так круто работает пошли ой ничего не придет ой что за штучья кто я куда а ой тут все просматривается давай их загасим просто все что быстро принят гранат в бою помстить в ячейку для боевых устройств а как осторожно а то нас поймают их тихо не поймают в смысле давай просто расстреляемся и все нет я не спешу подожди подожди я же могу взломать камеру так контроль ф так включить сканер социально опасное вы можете получить наград за обезвреженный за обезвреженный поступок в первую просто полисы так он разыскивается кстати то есть я могу его этот так сказать забыл как это ой нет не выполнено так и чё ну наверно все так мне его надо обезвредить ой ой сейчас его обезврежу F R блин камера видит камера не видит репутация камеры палят а как их вообще отключить можно отключить просто я бы их просто расстреляла все ой блин все пока Ох, она как-то разошлась, я пока А-а-а-а-а! Не получается у меня же спосы играть этим А что, мы все побили уже, да? Сюда Давай-давай-давай Я не знаю, что я вам наколпашу. Он на меня пытается попасть. Я понимаю! Где? Сюда. Так, стоп, лиза. В смысле, еще не чисто. Или чисто. А, там камера просто, окей. Ой, вон чел. Ага, детонатор. У-у-у, детонатор. Давай обезвредим. Все, теперь они нас не будут тропать. Важное послание для жителей Уотсона. Проблема с бездонными, живущими в канализации, уже решена. Завтра начинается санитарная область. Так, а куда идем-то? Подожди. Применяется мощный и неогласен. Не дергайся, а то нас увидят. В смысле, это про кого? Кто? Кто нас увидит? Посмотрим. Ой. А я не понимаю. Ой, перегрев. Перегрев у меня какой-то там. Ой. Ну-ка. Хороший выстрел. Конечно, что тут? Опа. Что подгадает? Ё-моё, 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 ё-моё. Тихо, тихо. Давай, перезаряжаемся. Давай, оп. Ой-ой-ой-ой. Что-то мне не хорошо. Подожди. Стой-ствой! У меня кто-то взломывает, что чё-то происходит. Что-то происходит? Подожди, а как потелиться? Не жалей никого, слышишь? Я не жалей, я уже всех уже отстрелял. Блин, это мое здоровье, походу. Что, подожди, а как потеляться? Что, подождите. Рюкзак. Я хильц, наверное, могу. Вот, использовать. Использовать. Оооо! Все. Пыльная теперь. Отдайся инстинкт! Так, где там, дружище мой? Так, ага, все, 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 оп, как я же это, спрятанная Там все, 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 Drive Ой, 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 видит, 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 да? В��에 Эти deviation Сейчас я этих постолсую Так-так-так увидел, так В смысле? Это тебя убили на меня? А че я горю-то? А я горю Это норма А че я горю-то? Я вся горю Ищите и обрящите, габрады! Твою мать! Блин, вот у меня привычка перезаряжается постоянно, когда даже не надо Так, ты идёшь? Уже ща Я буду стрелом! Умогите мне! Я бегу Я пуля непрозываемый! Уху! Уу! Ну что, сука! Уху Уху-ху-ху-ху! Чеш who's Мне надо научиться жилиться да так вот вот так вот ребят подождите сейчас я таблеточку съем таблеточку честно почему так объем памяти давай пойти почему не могу так как бы ты знаешь кого-то пистолет какой нет подожди мне покушать надо еще раз они горят не могу а я все съела блин я чуть его не пострелила капец они сами не могли забрать думала мы больше не встретимся да я ничего наивная соплячка давай и что теперь я бы проверила что вы тут делали сегодня я хотела наказать ройса по справедливости царянчик без тебя у меня ничего бы не получилось оставь себе болта и мы в расчете проверить периметр такие приятными делом знаешь нам пора маме то мне не нравится нифига себе я думал мы оттуда уже не выйдем спасибо джек ты крутой но ты тоже а чё такое то с тобой все нормально да просто хотела короче мы хорошие напарники мне нравится как мы работаем мне тоже ви мне тоже эй дай знать дексу что болт у нас потом предлагаю завалиться в подсмертие и обмыть это дело ай луи губи стой чеки а мы с ним уже поговорили как дела на фронтах мисс ви хорошо вот у меня и как прошло неприятности были и что-то насчет мелитехо само собой были проблемы ройс на хую вертел твой договор с брик как ты его уломала с помощью карповедки я видела стаут и что и мы с ней не сработались бедная меринет наверняка ее вызвали на ковер после вашего неудачного свидания так как ты сумела убедить ройса расстаться с болтом единственным способом который всегда работает силой ты крепкий орешек мисс ви уже поговорила с эвелин паркер как раз собиралась у нее есть информация без которой до чипа не добраться паркер будет ждать тебя в паре лизис удачи все выполнили счету гранится ну что ребятушки помимо это моменте заканчивать спасибо большое за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте и всем пока это не просто курс пишите лайки комментируйте интересный оценки вам понравится видео вам понравилось видео ? у